Христианскую святыню Росток Неополимой Купины привезли в Ленинский район в канун Дня Семьи, Любви и Верности. Его высадили на территории Национального конного парка Русь, где проходили торжества в честь этого праздника. Пары, которые прожили в браке полсотни лет и не представляют жизни друг без друга, и молодожены, которые только начинают свою семейную жизнь, радовались этому замечательному дню. Наш корреспондент Юлия Погосян готова рассказать о празднике. В Национальном конном парке Русь проходили гуляния, посвященные Дню Семьи и Верности. Здесь творит атмосфера любви, нежности, трепета, люди все улыбаются. Сегодня погода прекрасная, и это не может радовать глаз. Всероссийский праздник День Семьи, Любви и Верности появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту пару православные христиане почитают за покровителей семьи. В честь праздника в Национальном конном парке прошла церемония награждения многодетных семей. Им вручили медали за любовь и верность и знаки губернатора Московской области во благо семьи и общества. Одна из награжденных матерей Наталья. У них с мужем уже пятеро детей. Как она говорит, они на этом не собираются останавливаться. Детки, они укрепляют семью. Знаете, вот что бы ни случилось, какие бы проблемы, какие бы невзгоды не постигли семью, детки, они очень укрепляют и объединяют родителей. Поэтому, что я могу сказать, дети прекрасны. В дар часовни мученика Трифона в этот день был передан росток Купины Неополимы, куст которой растет на горе Синай, на месте, куда по преданию появился Господь Моисей в образе горящего, неугасающего куста, а также была передана освященная икона Божьей Матери. Куст высадили в освященном павильоне, олицетворяющем собой символ очищения и зарождения новой жизни. После высадки Купины произошла церемония закладки монумента, который в дальнейшем станет памятником святым Петру и Февронии. Прожившие в браке 65 лет Лидия и Вениамин познакомились случайно. Он просто шел по улице, увидел ее и больше не мог без нее жить. И в такой добрый праздник они хотят поделиться своими советами счастливого брака. С молодым, конечно, пожелание, чтобы жили дружно, имели детей, свой уголок. И, конечно, не баловались, по много раз замуж-замуж, жениться не собирали, не ходили. Две молодые пары, которые просто решили пожениться, стали звездами этого дня. Их выбрали для торжественной регистрации брака. Свидетелями этих свадеб стали не только друзья и знакомые молодоженов, но и все присутствующие на празднике люди, в их числе глава Ленинского района Сергей Кошман. Семья – это самое ценное, что есть у человека в жизни. И семье нужно дорожить, нужно искренне любить друг друга, уважать, доверять. И как нельзя лучше именно этот праздник. Это все нам всем собой и является. Из любви двух людей рождается семья. А семья – это самое прекрасное на свете. Те, кто уже познал эту радость, берегите свои семьи.